Здравствуйте, Светлана Калмыкова на связи, травница, сыроед, фрукторианец, девятый год. Здравствуйте всем, с 15 минут в прямом эфире я с вами, чтобы ответить на ваши вопросы. Пишите, все что вас интересует, сегодня у нас розыгрыш по многочисленным просьбам, розыгрыш все так же, видео о поджелудочной железе, девушки, которым я ответила в прямом эфире, кто еще не получил, сейчас отвечала, сидела, пожалуйста, напишите мне свою электронную почту, чтобы я могла вам выслать, либо то видео, которое я у вас узнала. Вижу, вопросов уже много, начинаю отвечать. Давайте сегодня буду пролистывать ваши вопросы, то есть переходить с одного на другой, так, чтобы больше захватить, больше людей могли получить свои ответы. Итак, давайте не будем терять время в ответы на вопросы. Виктория, здравствуйте. Выпивать только настой или тмин с кориандром, перемолотый, тоже проглотить вместе с настоем. Вообще ничего плохого не будет, если вы проглотите тоже и тмин с кориандром, но настой, ну, по идее, только настой выпивать. Но если вы выпьете с осадком, ничего плохого не произойдет. Мне вообще нравится. Я помню, когда мы делали корейскую морковку, я именно выедала этот осадок с кориандром и тмином, и мне очень вкусно было. Ну, то есть, если вам нравится по вкусу, то на здоровье. Что можете сказать об антипаразитарном сборе березита? Знаете, такой, насколько он нафиг? Да, конечно, знаю. Я точно не помню, сколько там трав, либо 23, либо 25 трав в сборе. Реклама просто вот такая очень громкая, шумная, какой он классный, какой суперполезный этот сбор. Но вы понимаете, там в сборе есть гормональные травы, которые с антипаразитарными травами, но они никак не сочетаются. То есть, они друг другу в противовес играют. И вообще, ну, вы представляете, в сборе травы 25 видов, ну, это явно не есть хорошо. То есть, всегда смотрите, если в вашем, в том, что вам предлагают много-много-много-много трав, то, ну, это, знаете, вот так, наверняка, что помогло от всего. Если хотите более точечной работы, более глубоких результатов, то много трав вы не должны смешивать. То есть, лучше работать по чуть-чуть, точиться с органами, да, постепенно. Сделали кишечник, сделали печень, сделали антипаразитарку. Вот в таком режиме. Ну, да, березит – это очень мощный, хороший маркетинговый ход. Вот, наверное, это я скажу. Оп, стоп. Какие чистки вы делали во время своих беременностей? Чистки кишечника, лимфы, почек, печени и так далее. Что можно при беременности чистить? При беременности я работаю с девушками в специальной программе. Туэрик Лап называется. И у меня есть в шапке профиля ссылка на эту программу. Только в индивидуальном порядке я прописываю, что можно делать, что хорошо бы пить, да, в зависимости от того, какое состояние вашего тела. Что я делала во время беременности? Во время второй беременности я пила. Я пила отмин с кориандром, пила сульфат магния. Сейчас не рекомендую девочкам пить. Ну, нет, можно, но в зависимости от, опять же, от первичных состояний и от ваших целей. Но вот всем подряд не рекомендую. Дальше. Периодами были на соках мы. Лимфу. Это вот вторая беременность. Наверное, все. Нет, с печенью, да, масла пила. Все, больше ничего. Но это было 8 лет назад. Сейчас в третьей, четвертой беременности я была только на соках. Я голодала. Что я делала еще? Вот не помню. Отмин с кориандром вроде пила в третьей беременности. В четвертой уже нет, ничего. То есть надобности в этом не было. Так во время беременности можно, отмин с кориандром можно пить. Но откликайтесь на, опять же, слышите свое тело, да, как идет отклик на ту или иную травку, которую вы пьете. Есть сборы трав, которые, в принципе, можно во время беременности. Это мелиса, мята, и вам чай, и листодуванчика хорошо. Но, опять же, вы должны все время слышать себя. Все время чувствовать вот эти дозировки, которые вы делаете, и понимание, для чего вы это делаете. А так, я вам желаю прекрасной беременности, встречи с вашим малышиком. Ну, если нужно будет, чтобы я была рядом со своей программой, да, то, конечно, обращайтесь. Стоп. Откуда берут белок фруктоеды? Фруктоеды, если печень работает хорошо, то, в принципе, печень помогает синтезировать все необходимое. Все кирпичики, аминокислоты, которые поступают с пищей, да, трансформируются, происходит необходимое формирование необходимого белка для организма. Но только если хорошо работает печень. Если этого нет, то фруктоеды, ну, я не знаю пока, знаете, не могу сказать, не знаю лично ни одного фруктоеда. Ну, возможно, волковый, да, я им верю, ребята хорошие. Возможно, наверное, все. Лично, не знакомо с другими фруктоедами, которые говорят, что, да, на фрукторианстве. Мы лично, наши дети, на сыроедении. Максимум фруктов, зелень и орешки они время от времени еще просят. Может быть, раз в три месяца поедят. Цветную капусту они у нас любят грызть. Что они, горох. Вот сейчас еще сразу в стручках пойдет. Они вместе с стручками его едят. Все, все. Семена. Вот еще черный кунжут здесь продается. Тоже дети любят взбивать его. И с кислыми бананами с нашими делается. Но это очень редко. Ну, может быть, раз в несколько месяцев, наверное. Может быть, и то реже. Если говорим о взрослых, то я много зелени ем. В зелени много аминокислот. Вот кокосы. В кокосах все незаменимые аминокислоты. И, соответственно, я пью кокосы, ем эту мякоть. И мое тело с благодарностью формирует мое тело, которое я сейчас имею. Я активно тренируюсь. Не сказать, что суперактивно. Не буду говорить. Но я стараюсь по максимуму работать со своим телом. Потому что фруктоедение без спорта – это ничего. Так. Так, где? А что еще добавить в корейскую морковку? Чеснок. Сладость какую-то мы добавляем сок сахарного тростника и лайм. Стоп. И вместо сока сахарного тростника можно меда немножко добавлять. При проведении антипаразитарок можно одновременно пить травы для очищения лимфы. Вылезла простоза на губе. Нет, вообще нежелательно. То есть, если вы делаете сильные антипаразитарки, то нежелательно. Если легкие, которые я писала в курсе, вернее, не в курсе, а в постах своих, то параллельно, да, можно делать и очищение лимфы. Но если делаете глубинную работу с антипаразитарками, вот все, вот герпес проявился, да, зацепилось что-то, что выходит наружу. И антипаразитарки в этом помогают. Вы поправляйтесь. Стоп. Добрый день, живу в Германии. У нас продают травы-кочи в аптеке, восстанавливающие флору. Они подойдут, хотя тоже надо завариваться в виде трав. Вообще, ну, лучше... Девушки, дорогие, я надеюсь, что вскоре, вскоре, вскоре я смогу вам предоставить данные хорошего сайта со всеми нашими сборами, которые мы рекомендуем. И в Германию доставка тоже будет. А те, чьи, которые продаются в аптеках, в магазинах, они, к сожалению, не обладают силой, особенно если перемолотые, неизвестно, что там, там сено может быть. И большой силой, ну, нет. Притом сушат, как травы, тоже большой вопрос. Лучше у проверенных людей покупать, и вы будете уверены в качестве этих трав. И вы будете знать, что они действительно сработают. А просто так пить, ну, и не получать результат, ну, тоже смысл тогда какой. Стоп! Жизнь без фитнеса ничего. Да, Евгения, Евгения, да, точно. Здравствуйте, от сиропа крушина у меня и у дочки тошнила. От чего это может быть? Изюм обработанный или из-за крушина? Из-за крушина, Александра. Вот то, что я всегда говорила, ищите хорошую кору крушины. Очень важно, чтобы ее, когда срезали, чтобы она год отстоялась. Только после этого вы можете применять ее в пищу, в выздоровлении. К сожалению, некачественные, недобросовестные продавцы, они сразу сушат и тут же продают, выпускают в продажу. Она обладает достаточно, ну, такими ядовитыми веществами, которые улетучиваются в течение года. И вам нужно этот год выдержать. То есть обязательно либо просроченную покупайте хотя бы, да, либо у травников спрашивайте, выдерживалось или нет год. Это от крушин, да. Вам нужно либо вообще не пить эту крушину, либо поискать хорошую. Стоп. Как чистится на фоне тероксина? Смотрите, если есть какие-либо препараты, уже достаточно долго применяете, если зависимость от них есть, то ничего, вот так вот раз и с руки убрали препарат. Нет, конечно. Это очень опасно, может быть. И для того, чтобы освободиться от действия препаратов, вам нужно постепенно очищать свое тело, снижать дозировки. То есть вы, допустим, если общаетесь со своим лечащим врачом, провели какой-то курс оздоровления, допустим, тимин с кориандром, кастурку попили, да. Опять же, я не могу сказать вам на 100%, потому что не знаю вас. Я говорю примерный план, да, который можно выполнять, если все хорошо. Если мы, допустим, ведем человека, либо в консультации говорим. Дальше, вы приходите к лечащему врачу, показываете, вот анализы улучшились, снижаем дозировки, снижаете дозировки. И так постепенно-постепенно-постепенно выходите на минимум, когда вы легко сможете убрать препараты. Но вот сразу, вот ни в коем случае. Стоп. О, последний вопрос, последний. Расскажите, Светлана, расскажите о рационе питания ребенка от 1 до 2 лет. Есть ли легкая анемия? Если есть легкая анемия. Анна, ну, рацион питания, у меня есть курс для деток по рациону питания, как раз от 1 до 5 лет. И там, в принципе, можете, можете посмотреть, можете приобрести этот курс и почитать. Там много видео, много рецептов интересных. Если анемия есть, смотрите, если анемия, то нужно сначала разобраться, действительно есть анемия, либо это в анализах у вас просто цифры, да, фиксируются, вот, немного отходящие от нормы. То есть по состоянию слизистой, по состоянию, по пульсу вы можете измерять, по цвету лица, по другим составляющим витаминов организма ребенка можно тоже определять. Но большая вероятность, что есть паразитарные проявления, и нужно с этим работать. Ну, вот вы видели, сториз, да, которые я разместила вчера вечером. Очень, очень большая вероятность, что есть паразиты. Поэтому работайте с антипризарной программой. Хотя бы то, что я в общем доступе выкладываю, это база, это основа, которую вы можете пройти, и потом пойти дальше по оздоровлению. Сделайте хотя бы базу, уже пойдут процессы на улучшение. Ну что, давайте последний вот вопрос. Светлана, сильная антипризарка, это из методички вашей, которую вы на почту отправляли, по ссылке, тратчатка, горчичный порошок, имбирный. Или это слабые чистки, да, сильные чистки более, ну вот видели, опять же, те сильные чистки, которые мы применяли в детском антипризарном курсе, вот они и работают, действительно. Потому что слабые, ну да, это как поддерживающий эффект, как база. Вот основу сделали, потом легче пройти сильные чистки, и эффект лучше получить. А сильных я не писала, потому что здесь нужен контроль, нужно наблюдение, наблюдение, нужно понимать состояние организма, и только тогда я могу говорить, какие дозировки. Ну, потому что, понимаете, да, горькие травы, они достаточно опасны. Ядовитые травы. Что, розыгрыш, кто у нас сегодня получает видео по оздоровлению поджелудочной железы, с рецептами оздоровления. Если вам это видео не очень интересно, то мы с вами подберем победитель. Кто у нас победитель? Мы подберем то, что вам откликнулось больше. Вы мне расскажете о себе, и я вам подберу, предложу, что я могу вам взамену дать. Кто у нас, как мы разыгрываем, помните, под последним постом все, кто поставил лайки, и участвует в розыгрыше. Ну что, давайте. Раз, два, три, и обратно. Раз, два, три, стоп. Анна Неконорова, это вы. Я вас поздравляю. Вы становитесь победителем. Я смотрю у вас с детки, возможно, вас что-нибудь заинтересует помимо поджелудочной железы, что-то может быть вместо. И я буду рада вам что-то подарить от себя, да, свое какое-то закрытое видео, которое вам будет очень-очень ценно и очень нужно. Я со всеми прощаюсь. Завтра мы улетаем из Вьетнама ненадолго. Улетаем на 4 часа. Через 4 часа вернемся. Но, тем не менее, мне целый день не будет дома. И мне нужно будет отменить нашу встречу завтра. Послезавтра мы встречаемся в это же время, в 13.00 по московскому времени. Я буду рядышком с вами. С ответами на вопросы. А пока, до свидания, хорошего вам дня. Встречаемся в среду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok